Для роста цен на хлеб есть все основания, но власть и хлебопёки намерены на некоторое время удержать стоимость одного из главных продуктов питания на нынешнем уровне. Об этом в областной администрации попытались договориться представители ведущих профильных предприятий области и заместитель губернатора Геннадий Фукс. Причин для повышения цен на хлеб достаточно, и все они объективны. В этом мнении единые представители бизнеса и чиновники. Главная из причин – повышение стоимости зерна на мировом рынке. Для хлебопёков начинается очень тяжёлое время, так как на основных хлебозаводах запасы зерна и муки остаётся в принципе неделя-две-три, и вынуждены мы поднимать цены. При том росте цен, которые на внутреннем рынке, в районе 25%, мы могли бы ожидать в ближайшее время рост цены на хлеб до 5%. Несмотря на это, власть вместе с хлебопёками намерена совместными усилиями попытаться удержать цены на хлеб на нынешнем уровне. Бизнес рассчитывает на дотации выделения зерна и муки из госфонда. Чиновники обещают помочь. В ближайшее время, возможно, будет подписано соответствующее соглашение. Если мы не примем совместное решение буквально сегодня-завтра, то однозначно хлебопёки будут вынуждены поднимать цены, потому что без поддержки на какое-то сдерживание цены невозможно рассчитывать. Выделение средств по программе компенсации процентной ставки нашим хлебопёкам и таким образом на ближайшее время заморозить существующие цены на хлеб. У нас есть все основания говорить, что цену можно оставить на прежнем уровне, невзирая на то, что цены на зерно резко возросли. Цены будут заморожены до нового года. Таков предварительный прогноз представителей власти. Хлебопёки пока в оценке ситуации менее оптимистичны. Но готовы, если подорожание избежать не удастся, сделать его постепенным. В месяц на 5-10 копеек. Продолжение следует...